Таджикистан На горных вершинах вечная снега, а в долинах цветут сады. Среди гор Таджикистана особо выделяется Памир, крыша мира. На Памире самая высокая вершина в Советском Союзе, пик коммунизма. Ее высота 7495 метров. Высоко в горах лежат ледники. Здесь рождаются реки Таджикистана, источник гидроэнергии и орошения. В краю жаркого солнца, где почти не бывает дождей, вода — это жизнь. Многочисленные каналы и арыки напоили землю водой и щедро одарила она людей за забором. На орошаемых полях выращивают многие сельскохозяйственные культуры. Но главное богатство таджикской земли — тонковолокнистый хлопок. Качество — древнейшее ремесло. И сегодня текстильная промышленность вносит весомый вклад в экономику республики. Текут по всей стране и за ее пределы реки хлопчатобумажных и шелковых тканей. Важная отрасль сельского хозяйства республики — животноводство. Крупный рогатый скот разводят в долинах. На склонах гор пасут овец и коз. На восточном Памире — стада яков. Эти животные хорошо приспособлены к условиям высокогорья. Они дают шерсть, мясо, молоко. Горы Таджикистана — настоящая кладовая полезных ископаемых. Практически неисчерпаемые запасы поваренной соли. Полезные ископаемые — основа для развития тяжелой и химической промышленности. Горы богаты и целебными источниками. Сюда приезжают лечиться и отдыхать со всех концов Советского Союза. Известны своими трудами ученые Таджикской академии наук. Уникальные природные условия позволяют астрофизикам изучать метеорные потоки, движения комет, вести постоянные наблюдения за космосом. В горах Памира работают ученые-биологи. Они изучают влияние высокогорья на развитие растений. А теперь о таджикском народе, его жизни и обычаях нам расскажет молодая поэтесса Гульбахор Мирзоева. Здравствуйте. Скажите, Гульбахор, ваше имя в переводе — цветок весны? Да. Гуль — по-таджикски цветок, а Бахор — весна. И на нашей земле весна. Сегодня — наврус, что означает «новый день». Добро пожаловать на наш праздник. Наврус — это праздник весны, начало полевых работ, праздник первой борозды. В этот день хлеборобы из разных селений собираются целыми семьями. Каждый приносит к общему столу все, чем богат. «Щедрый да стархан — богатый урожай», — говорили наши предки. Наврус — день особого гостеприимства. «Приезжайте к нам, и вы убедитесь в этом сами». По народной традиции самый старший христианин начинает борозду древней Сахой. А молодые трактористы продолжают пахоту. Земля щедро засевается зерном, и оно прорастет новым урожаем. Стол каждого дома украсит золотистый, круглый, как солнце, хлеб. Набрус — это еще и день свадеб. День рождения новой семьи. Когда-то таджикская женщина была вдоль нерабыни. Она видела мир сквозь черную сетку паранжей. Теперь мы наравне с мужчинами решаем государственные проблемы. Свыше 12 тысяч таджичек — народные депутаты. 16 из них — в Верховном Совете Страны. А паранжа? Она сохранилась как образ прошлого только в костюме невесты. Айшапа — не только мать шестерых детей. Она — народный депутат, председатель поселкового совета. Спасибо. Приезжайте к нам. Будем рады. Праздничное шествие движется из селения в селение. Наврус — это еще и фестиваль народного творчества, смотр народных талантов. Целые семейные ансамбли выступают на фестивале. Люди разных профессий в этот день становятся артистами. Посмотрите, как танцует этот человек. Он — учитель. А это — медицинская сестра. Задолго к празднику готовятся и народные мастера. Ну-ка, покажи мне свистульку. Ах, какая смешная! Это — свистулька. Мы любим такие игрушки. Их делали еще наши предки. Давайте зайдем к мастеру Гафуру Халилову в его большую и дружную семью. Усто — так уважительно называют в народе талантливого мастера. Это почетный титул. Своё умение мастер передает детям и внукам, и так из поколения в поколение. Раньше секреты мастерства были семейной тайной. А сегодня народные мастера охотно их раскрывают, как набойщик Усто Саида. Наши деды и прадеды всю жизнь ткани набивали. А что такое ткани набивать? Расскажите, пожалуйста, Усто. Зачем рассказать? Лучше показать. Вот этот штамп остался от моего деда и отца. А это моя работа. Как красиво! Это же раскрывшаяся коробочка хлопка. Да. А этот круг солнца. Да-да. Вот ещё одно древнее искусство. Каждая девушка к свадьбе должна вышить сюзани на стенный ковёр и нарядное платье. Мать с детства обучает своих дочерей искусству вышивки. А вместе с ним и чисто женскому умению создавать уют и красоту в доме. Ни один праздник у нас не обходится без национальных спортивных игр. А какие у нас старики? Нужно сказать, что старики и дети самые почётные члены нашего общества. Им наше внимание и забота. Может быть, именно поэтому эти двое сохранили такую прекрасную спортивную форму. А ведь им за 80. Мы побывали с вами на празднике в колхозе, а теперь я приглашаю вас в город энергетиков Нурек. Четверть века назад люди сорока национальностей нашей Родины приехали в Таджикистан, чтобы помочь нам построить в пустынном ущелье самую крупную в Средней Азии электростанцию. Об этом сооружении расскажут нам бригадир бетонщиков Мухаббат Шарипов и инженер-сейсмолог Николай Савелов. Район Нурека зона высокой сейсмичности, зона землетрясения. И всё-таки здесь была возведена самая высокая в мире насыпная плотина. Её высота 300 метров. Мощность с Нурекской ГЭС около 3 миллионов киловатт. Её ток вливается в единую энергетическую систему страны. За состоянием ГЭС и плотины постоянно наблюдают учёные-сейсмологи. Нурекской ГЭС Нурекской ГЭС Наша плотина перекрыла реку Ваш и образовала гигантскую чашу и миллиардные запасы воды. Нурек это её решение. Вода отсюда идёт на поля Таджикистана и других среднеазиатских республик. А что же делают строители Нурека? Мы строим Байпазинскую и Рагунскую ГЭС. На Вахше мы построим целый каскад гидростанций. Так что работы хватит и нам и нашим детям. Ваша стройка по-прежнему интернациональная? Конечно. Нас объединило общее дело. Многие строители Нурека остались в Таджикистане. В Нуреке каждую весну проходят конкурсы детского рисунка на асфальте. Что же рисуют наши дети? Дети рисуют мир. Пусть всегда будет мир на нашей планете. Пусть согласие и дружба будут между всеми народами. Столица Моя Республика Наша столица Душанбе самая молодая. Архитекторы и строители работают в тесном содружестве с учеными сейсмологами. Эти высотные дома не боятся землетрясений. Мы бережно храним культурное наследие прошлого. Старинные архитектурные орнаменты украшают современные здания, дворцы культуры, театры, детские сады и чайхану. А вы знаете, что такое чайхана? Это наш клуб. Здесь собираются друзья, отдыхают, обмениваются новостями, читают газеты и пьют наш любимый зеленый чай. Кстати, раньше в Чайхане собирались только мужчины, а теперь складывается новая традиция. Сюда приходят отдохнуть и юноши, и девушки. приезжайте к нам в Таджикистан. Мы обязательно поведем вас в чайхану и угостим ароматным зеленым чаем. Наше путешествие по земле Таджикистана подошло к концу. Мы многое увидели и узнали. Мы с вами побывали на большой стройке, где работают люди разных национальностей. Давайте спросим, кто вы по национальности? Узбечка. А вы? Таджик. А вы? Русский. А вы кто? Таджик. Украинец. А вы? Русский. А ты? Русская. Немец. Как они общаются между собой? У нас есть единый язык русский. Мы разговариваем друг с другом на русском языке. Как вы понимаете друг друга? Мы разговариваем друг с другом на русском языке. Как изменилась судьба таджикской женщины после Октябрьской революции? Таджикская женщина получила право на труд на образование. Она равноправный член общества. Как изменилась судьба таджикской женщины? Она стала равноправным членом общества. Что произвело на вас самое большое впечатление на праздники первой борозды? Бережное отношение к народным традициям, щедрость и гостеприимство от таджиков. Что произвело на вас самое большое впечатление? Бережное отношение к народным традициям, щедрость и гостеприимство таджиков. Наш урок окончен. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Пусть останется в вашей памяти земля Таджикистана и ее щедрый гостеприимный народ. Таджикистана города. Горь — заново. Горь — Продолжение следует...